Трудные места Писания с библейским порталом Экзегет. Сейчас разберем одно из таких мест, где вообще ничего непонятно при первом прочтении синодального перевода. Послание к Колосину, 2 глава, 23 стих. «Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно мудрее изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти». Вообще-то совсем непонятно, да? Во-первых, что «это». Ну ладно, выше во второй главе говорилось о разного рода заповедях закона. Давайте чуть выше, я тоже синодальный прочитаю, с 20-го. «Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь в постановлении, не прикасаясь, не вкушая, не дотрагиваясь, что все и сливают от употребления по заповедям и учению человеческому?» Тут же, кстати, нездорово понятно, но я, может быть, свой перевод прочитаю, там будет немножко более ясно. Речь идет про Моисеев закон. Он убеждает Колосин в том, что не нужно им соблюдать этот закон, потому что он касается материальных вещей, и что есть, чего не есть. Это все временное, внешнее, это все, в конце концов, пища исчезает в желудке, одежда изнашивается. Но дело даже не в том, что конкретный бутерброд или конкретные сандалии пропадают, а в том, что это все временное, вот все эти ограничения. «Вы умерли вместе со Христом и больше не подвластны элементарным материальным правилам этого мира. Так что же вам теперь следовать указаниям тех, кто живет по ним? Не касайся, не пробуй, не трогай. Все это человеческие установления и учения. Они касаются вещей, которые портятся при употреблении. Но не такие уж и человеческие, строго говоря, поспорим с апостолом, потому что это закон Моисеев, да, а не от Бога вроде как. Но человеческие в том смысле, что они касаются людей, и еще в том смысле, что именно люди настаивают на абсолютность этого закона. Павел не отрицает его роли, его ценности, его значения, но есть люди, которые вот на этом законе останавливают полностью всякую свою духовную жизнь. Вот это все исполнять, больше ничего не делать. Вот очевидно, о чем он говорит. Вот что «это» имеется в виду. Так, но что же оно «это» имеет только вид мудрости в самовольном служении? Имеет только вид мудрости? Ну, допустим, да, вот бывает так, что с виду вроде как мудрый, а на самом деле не очень. А что за самовольное служение? А что, служение не может быть добровольным? Обязательно кто-то должен прийти и заставить? Ну, здесь по-гречески слово «это лотреския» здесь, собственно говоря, первая часть этого слова есть желание, а вторая часть этого слова – служение, такое составное, существительное. Можно, наверное, это немножко по-другому понять. Это можно понять как, ну, вот, некоторое служение собственным желанием. Но не в смысле в том, что вот человек, скажем так, безудержно идет вслед за своими страстями ни в чем себя не сдерживает, а скорее в том, что его служение, чему бы то ни было, есть его желание, а не некоторое установление, не некоторая необходимость. Так, и дальше, смиренно-мудрие. Ну, всегда мы привыкли думать, что это что-то хорошее. Да, вот в православном лексиконе смиренно-мудрие – это едва ли не самое главное добродетель. И что же тогда плохого в смиренно-мудрие, которое здесь софросюне, да, тапа инофросюне, простите, софросюне – это другое слово у нас с похожим значением, а здесь тапа инофросюне. Тапа инос – это смиренный, а фросюне, ну, вот, часть, которую мы переводим обычно как мудрость. Смиренно-мудрие – такой буквальный перевод с греческого. А изнурение тела – ну, отлично. Аскеза, да, человек не вдаётся во всякие плотские удовольствия, наоборот, себя смиряет, заботится о мудрости, укращает свою плоть, ну, вот, прям готовый рецепт для аскета, а это всё плохо получается. И дальше в некотором небрежении о насыщении плоти. То есть, типа, насыщать свою плоть – это прям вот так важно, ни в коем случае не забывайте. Вообще прям читаешь, удивляешься, что имеется в виду. Ну, давайте я, чтобы сразу дать некоторую свою версию ответа, приведу свой вариант перевода. Мудрёные слова о добровольном служении, показное смирение, интересное воздражание – всё это ни к чему. Эта жизнь исключительно по законам плоти. Есть вариант перевода – всё это ни к чему не поможет в борьбе с греховными желаниями плоти. Здесь, как мне кажется, речь идёт вот всё-таки об этих самых правилах Моисеева закона, которые, ну, скажем так, уже перестали быть Моисеевым законом и становятся отправной точкой для какого-то другого христианства, которое конструируется где-то, вот, там, не знаю, в колоссах, где-то ещё. Ну, вот другой вариант христианства, в котором большое внимание уделяется всевозможным конструкциям, связанным с мудростью. Большое внимание уделяется аскезе, удержанию своего тела от каких-то греховных деяний. Ну, скажете, что плохого, да, так же, как и с мудростью. Если бы наоборот, да, плохо, а тут вот, казалось бы, всё правильно. Но, смотрите, Павел же не говорит о том, что всё это само по себе плохо. Да, и смирение, кстати. Смиренно-мудрее у нас такая уже вот вещь абсолютно конкретная, положенная на полочку, когда человек одновременно смиренный и мудрый. Но можно же вот под ним понимать нечто показное, когда человек рассуждает со смиренным видом, и вот он такой весь, он благочестивый, вот это всё на показ. И Павел говорит, вы понимаете, что это всё не помогает. Ну, в одной из трактовок не помогает бороться с греховными желаниями плоти. Ну, не работает это всё. А в другой из трактовок, которую я здесь предпочитаю, это жизнь исключительно по законам плоти. Почему? Потому что, в конце концов, поддаваться на плотские желания или бороться с плотскими желаниями, это всё равно жить внутри плотских желаний и не подниматься выше. Ну, съел ты эту котлету, или ты отказался от неё, да? Ты о котлете думаешь. Вот в чём проблема. И Павел как раз, это вот его прямо главная идея. Павел говорит, только Христос, только на Него смотрите, только Ему верьте. Всё остальное вторично. Не очень важно, съел ты эту котлету или нет, в конце концов. Когда твоя религия становится религией котлет, несъеденных, допустим, религией каких-то смиренных словечек, которые произносятся с благочестивым видом, с очень умным лицом, в ней до Христа не остаётся места. Когда появляется огромное множество правил, то тогда зачем благодать, тогда зачем вера, тогда ты полностью живёшь в этих правилах. И причём не очень даже похоже, что это какие-то иудеи, которые приняли христианство и продолжают следовать Моисееву закону. В колоссах, по крайней мере, я не знаю, я не думаю, что было так много таких иудеев. Может быть, это вот некоторое христианство, ну, можно назвать иудееву христианством, но это будет всего лишь ярлык, оно нам не поможет. Которая сосредоточена на соблюдении правил, заимствованных из Моисеева закона, модифицированных, ещё каких-то. И нарастает такая субкультура. И вот эта субкультура, она Павлом отвергается как бесполезная. Он не ругается на неё, он не говорит, что это всё очень плохо, он ругается на многие другие вещи. Вот когда он перечитает там грехи, то он прям бичует, говорит, не войдут таковые в Царствие Божие. И среди вас вообще такое творится, что у других не слыхано. А здесь он просто говорит, это всё бесполезно. Принадлежность к субкультуре не спасает. Спасает Христос. А это всё, это человеческие установления и учения. Они касаются вещей, которые портятся при употреблении. Слова, кстати, тоже портятся, ветшают, стираются, становятся такими расхожими. Мудрёные слова о добровольном служении, показное смирение, телесное воздражение, всё это ни к чему, эта жизнь исключительно по законам плоти. Может быть, я, конечно, себе позволил вольно перевести. Может быть, я какую-то свою полемику здесь веду с кем-то. Может быть. Ну, вот есть ещё синодальный перевод. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно-мудрее измнурении тела, в некотором небрежении и насыщении плоти. И чтобы дать некоторую палитру, я прочитаю перевод российского библейского общества. Такие предписания с их самодеятельным благочестием, смирением и урешлением плоти, конечно же, создают видимость какой-то мудрости, но грошем цена. Они ведут лишь к потворству плоти. Видите, совсем другой смысл – потворству. И перевод Заокский под редакцией Кулакова Михаила Петровича. «Всё это только кажется мудрым, а в жизни надуманная набожность, самоистязание, изнурение тела не ведут к обузданию чувственности». То есть вот эти переводы понимают иначе, чем синодальный, но, как мне кажется, вот фраза «это жизнь исключительно по законам плоти», она немножко шире, да? То есть плоть можно обуздывать, плоть можно смирять, но когда ты только о ней думаешь, ты живёшь по её законам. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.